Народный артист Советского Союза Аркадий Райкин. Дерево жизни. Какие разные плоды растут на этом дереве. Здесь плоды трудолюбия и плоды лени, плоды принципиальности и плоды приспособленчества, плоды раздумий и плоды глупости. Да-да, глупость тоже приносит свои плоды. И, конечно, вы знаете, что в самой сердцевине этого плода сидит дурак. Прямо в середке, в серединке, в серединочке. Мы это не скрываем. Мы с дураками боремся. Мы ведь, как говорим, нашему институту дураки не требуются. Или на нашем заводе дуракам не место. Значит, вот на нашем заводе им не место. А где им место? На другом заводе. А там своих дураков хватает. Причем то, что они никому не нужны, это понятно любому дураку. Ну, куда же их девать? И где? Где же найти место, скажем, вот для такого придурка? Ой, было, 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 было. Вкалывал я на одном ящике. Ой, вкалывал. Электромонтером. Слушай, однажды дал не то напряжение. Но я же дал. Я же ничего не взял. Ну, немножко я напряжение завысил. Ну, я же план перевыполнил. У меня по плану 220 вольт. А я им дал тысячу. Думаешь, кто-нибудь спасибо сказал? Бегут, кричат. Ты что, дурак? Ты что с нашим ящиком сделал? Ой, пол ящика осталось без крыши? Космонавтов не дать. А другая пол ящика без премии. Иди, говорят, отсюда, посой свиньему. Ну, что ж я, с голоду помер, да? Что ты? Что ты? Корешок ты мой. Я себе такую работенку нашел послаще, чем в ящике. На кондитерской. Смотри, о-о-о. Меня на торты поставили. Крем давить. Знаешь, я на тортах сказка. Надписи кремом писал. Возможно, я не писатель. Возможно. Но я же писал то, что думал. За что ж меня оскорблять, мастер? Беги, дарёт мне человек с чистым голосом. Ты что, дурак? Тебя, говорит, этому в школе учили. Ты что, говорит, не знаешь, что сказка через зе пишется? Ну, я ему показал, какой я. Дурак я на остальных тортах. Такое написал, что ни в сказке сказать, ни вслух произнести. Ежели произнесть, можно на пятнадцать суток сесть. Ну, и что, опять выгнали меня, опять соображаешь, да? Посой, свинный мой. Что ж я на улице замерз, да? Да-да-да-да-да-да-да. Да, как говорят древние еврейки, накося, выкуси. Я себе такую роботенцию надыбал. Я на этой работе впервые в жизни себя гомо сапиенсом почувствовал. Это в зоопарке было. Слушай, в зоопарке однажды забыл запереть клетку у льва. Вырвался лев, зараза. Стал приставать, как бы женщина. А я причём что? Я к ней приставал. Меня там вообще не было, я на перегонке с бегемотом плавал. А то, что он из клетки вырвался, он же хищник. А то, что он за этой дамочкой погнался, может, она сама виновата? А зачем она пальто из антилопа надела? Надела бы, как все нормальные люди телогрейку. Лев бы со страху подальц. А они мне кричат, ты что, дурак, на тебе характеристику. И иди отсюда, и пойду, пойду, пойду. Ибо у меня в характеристике не написано, что я... У меня написано... Ой, что написано... Жаль, читать не умею. Кончается хорошо, морально устойчиво. Так что вы все за меня не переживайте. И в голову не берите. Без работы я... Никогда. Ни за... Что? АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ